Ситуацию в Херсоне, в Херсонской области мы обсудим с Романом Головнёй, экзаместителем Херсонского городского головы. Роман, здравствуйте, рады вас видеть, приветствуем. Здравствуйте, приветствую вас. Роман, ну первый вопрос. Сегодня тяжелейшая ночь, тяжелейшее утро для всей Украины, без исключения. Скажите, пожалуйста, вот свежая информация, что происходит в Херсоне сейчас, как прошла ночь, какая ситуация буквально в эти часы, в эти минуты. Расскажите, пожалуйста. Ну, в принципе, каждая ночь в Херсоне тяжелая, вот, и, ну, по всей Украине обстрел ракетный ведется или из дронов, то в Херсоне это регулярный обстрел из артиллерией, минометов и прочего оружия, которым могут оккупанты достреливать непосредственно до Херсона. Обстрелы не прекращаются и, в принципе, слышны взрывы как ночью, так и утром в разных районах. В основном это пригород Херсона, прибережная зона Херсона напротив речки Днепр, левого берега со стороны Олешек, со стороны Голой пристани ведется обстрел оккупантов по городу. Роман, не можем мы не задать вопрос относительно эвакуации жителей. Власти Херсон и Херсонской области призвали местных жителей постепенно начать эвакуироваться. Причем связано это именно с непрекращающимися обстрелами. Они продолжаются ежедневно, практически ежечасно. Каким образом это можно сделать и о каком количестве людей идет речь? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Это не первое обращение к жителям, что касается эвакуации. И фактически с момента деоккупации этот вопрос стоит, потому что это фактически единственный вариант уберечь свою жизнь и здоровье и не попасть под обстрел в самом городе. Ситуация такая, что в городе сейчас находится где-то 50-60 тысяч населения по разным подсчетам. И в принципе, я думаю, что тяжело сейчас как-то эвакуировать это население, потому что в основном это та часть населения города, которая приняла или она решила оставаться в городе, приняла решение или решила оставаться в городе и будет оставаться, ее тяжело эвакуировать. И вопрос эвакуации для этой части населения стоит в том контексте, что если уже прилетает непосредственно где-то жилье или рядом, или повреждение, или какое-то ранение, тогда уже эти жители эвакуируются. Это в основном люди старшего возраста, люди с особенными потребностями, те, кто работает в городе, те, кто не может и не хочет по разным причинам, как психологическим, так и физическим, выезжать с города. Поэтому сейчас это тяжело назвать эвакуацией. Я думаю, что это где-то один, два, три автобуса в день, не больше, потому что все, кто хотел эвакуироваться, они уже это сделали. Роман, появилась еще информация, тоже очень знаковая, во многом показательная, демонстрирующая эффективность работы украинских спецслужб. И так, служба безопасности Украины ликвидировала сеть подпольных казино, которое финансировало оккупационную администрацию херсонского коллаборанта Владимира Сальда. Это, на самом деле, речь идет о миллионах гривен, и, как сообщается, при службе ведомства, преступная организация действовала не только непосредственно в Херсоне, но также в Киеве, в Житомире. Расскажите, пожалуйста, что вам известно на сей счет? Ну, в принципе, мне там детали неизвестно. Известно то, что с открытых источников, но хочу сказать, что, ну, такой контингент, как Сальда и эта верхушка коллаборантов, которые пришли на сторону Российской Федерации, это их почерк, это их виды бизнеса, все, что касается нелегального, все, что касается какой-то обдиралово или торговли запрещенными веществами, это как раз вот к этим особам, которые предали Украину, и они при жизни, скажем так, и мнимой верности нашему государству занимались тем же. И вот настал тот час, когда эти все схемы, они просто вскрываются, и много кто остался после того, как ушли русские войска, они подпольно как-то пробовали дальше действовать, налаживать свою жизнь, как-то пробовать договариваться или делать видимость, что ничего не произошло. Вот наши спецслужбы отрабатывают, и, в принципе, я думаю, что таких эпизодов будет очень много. Мы слышали перед этим о еще ряде бизнесов, которые тем или иным образом принадлежали Сальдо и другим коллаборантам, что по ним сейчас работают как специальные службы, так и правоохранительные органы и суды. Я думаю, что в ближайшее время еще будет много информации по поводу каких-то или активов, или бизнесов, которые должны или быть закрыты, если они нелегальны, или если они нелегальны, они должны перейти в собственность народа Украины. А коллаборанты, гауляйтеры или в целом оккупанты, которые сейчас на временно оккупированной территории Херсонской области находятся, каким-то образом изменилось их поведение? Чувствуют, что деоккупация приближается? Ну, конечно же, изменилось, и это изменилось еще, я думаю, в июле 22-го года, когда они начали впервые это чувствовать, что Россия не навсегда. И они начали уже забиваться в углы, как крысы. И тот первый, скажем, их демарш и побег с Херсона, он об этом говорил, потому что мы тоже должны понимать, что кроме какого-то игорного бизнеса это много достаточно недвижимости, это много каких-то активов в том же Херсоне, это какая-то земля, ну не какая-то, в больших объемах. И они все это должны были оставить и бежать в сторону Крыма, на левобережье Херсонщины. И я думаю, что это не придает им какой-то сегодня уверенности. И посмотрев пресс-конференции или какие-то видеоролики на пабликах российских, где фигурируют коллаборанты, в глазах видно страх, расчарование и невидание того, что делать завтра. И я думаю, что они чувствуют тот час расплаты, который придет за ними. Между тем, знаете, Роман, мы сейчас работаем в прямом эфире, как обычно. Майор Киева Виталий Кличко подтвердил то, что были взрывы в одном из районов столицы города Киева, загорелись автомобили в обычном дворе. Мы держимся и, конечно же, естественно, рядом со всеми украинцами. И на самом деле держим руку за каждый украинский регион. Украина сейчас едина, как никогда. Это, безусловно, факт. Роман, теперь вопрос к вам. Вы знаете, вы так подробно, интересно отвечаете. Вы на самом деле знаете ситуацию в регионе на Херсонщине. Поэтому вопросы относительно разминирования. Не секрет, что российские оккупанты, когда покидают украинские территории во время своего позорного побега, это было в разных регионах Украины, они на самом деле часто оставляют такие подарочки подлые. Естественно, снова-таки про заминирование. Расскажите, пожалуйста, как идет сейчас этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, про работу украинских саперов именно в вашем регионе. Это тоже очень важный момент. Да, это один из самых важных моментов, и особенно в будущем, для того, чтобы вернуться к мирной жизни, для того, чтобы вернуть экономику к работе и регион к тому, чтобы он мог полноценно жизнедеятельностью заниматься. Ну, смотрите, ситуация такая, что разминирование, оно бывает нескольких видов. И от глубины этого процесса, и сегодня то разминирование, которое есть, оно является оперативным или военным. Это когда службы ДСНС или службы саперов Вооруженных сил Украины проводят оперативное разминирование основных магистралей, основных мест пребывания людей. Это линии электропередачи, это подъезды, подступы и дороги. И это разминирование, оно дает возможность в этот момент сегодня, ну, просто там жить, находиться и не делать каких-то лишних движений в сторону. Каждый день мы слышим, ну, раз, несколько раз в неделю, так это точно то, что подрывается на минах, полях, на дорогах полевых, или, ну, в других местах, люди, мирные населения по всей Херсонской области, которая сегодня декупирована. Для того, чтобы люди могли полноценно жить, нужно гуманитарное разминирование, так званное гуманитарное разминирование. Оно сегодня не ведется, и пока не будет угроза, отведена обстрела Херсонской области, правобережной. Оно, я думаю, что проводиться не будет пока что, и это процесс непростой и достаточно сложный. После гуманитарного разминирования уже можно полноценно заниматься и предпринимательством, ну, и обычной жизнью, как я уже сказал. Потому ситуация сложная, и я думаю, что сегодня нужно нарабатывать и те структуры, и те организации, те финансовые институции, которые будут финансировать этот процесс, планировать это разминирование, и оно должно осуществляться. Сейчас оно, еще раз повторюсь, не ведется. И этот процесс достаточно такой долгий, непростой, и я думаю, что не один год пойдет на то, чтобы разминировать всю территорию. Действительно, очень много взрывоопасных веществ находится на земле, и за каждым квадратный метр, за квадратным метром нужно разминировать. Но пока есть угроза обстрела, никакая международная структура или структура ДСНС на гуманитарное разминирование не пойдет на территорию, которая заминирована. Да, на каком-то этапе вся территория Украины будет полностью очищена и от оккупантов, и от мин, но пока что внимание и осторожность одни из важнейших факторов, которые могут сохранить как минимум здоровье, а по максимуму и жизнь, естественно. Спасибо большое. Роман Головняек, заместитель Херсонского городского головы, был с нами на прямой связи.